Пятый класс, 25 серия. Графы. Граф в математике – это набор точек, некоторые из которых соединены линиями. Эти точки называются вершины, а линии, которые соединяют эти вершины, называются ребра. Степень вершины – это число ребер. Выходящих из вершины. Степень вершины может быть числом четным, тогда вершина четная, а может быть числом нечетным, тогда вершина нечетная. В первом графе все вершины четные, степень каждой равна четному числу 2. Во втором графе все вершины нечетные, 4 нечетные вершины. В третьем графе давайте определим степень каждой вершины. 3, 3, 2 и 4. Две нечетные и две четные вершины. Число нечетных вершин в графе всегда четно. Давайте еще раз определим число нечетных вершин в графе. В первом графе все вершины четные. Нечетных вершин нет вообще. То есть число нечетных вершин 0. 0 это четное число. Во втором графе 4 нечетные вершины. И в третьем 2 нечетные вершины. Итак, число нечетных вершин четно. 0, 4, 2 это четные числа. Связный граф это такой граф, у которого любые две вершины можно соединить путем, непрерывной последовательностью ребер. Графы, которые вы видите на рисунке, это связные. Вот здесь три связных графа. Другими словами, из любой вершины в связном графе можно попасть в любую другую по ребрам. Так, в каком случае граф можно обойти, пройдя по каждому ребру только один раз? А можно это в том случае, если граф связный, и если нечетных вершин 0 или 2. То есть либо нечетных вершин нет вообще, либо их 2. Так, если все вершины четные, значит мы можем пройти по каждому ребру только один раз. Причем, если мы начинаем движение к какой-то вершине, то в ту же вершину мы и придем. Вот, если же в графе две нечетные вершины, вот, в графе две нечетные вершины, то мы начинаем обрисовку в одной из нечетных вершин, а затем мы придем во вторую нечетную вершину. Первая задача. Можно ли 35 телефонов соединить проводами между собой так, чтобы каждый из них был связан ровно с тремя другими? Допустим, это возможно. Давайте попробуем определить, сколько проводов потребуется. или, другими словами, сколько будет ребер в графе, у которого 35 вершин в степени 3. Степень каждой из этих 35 вершин равна 3. 35 умножаем на 3, и значение этого произведения надо разделить на 2, потому что одно ребро соединяет две вершины, или один провод на два телефона. Значение этого произведения число нечетное, 105. 105 на 2 не делится, значит, нельзя таким образом соединить эти телефоны. Вторая задача. Можно ли отвести карандашом, не отрывая его от бумаги, и не проводя по одной линии дважды квадрат с диагоналями? Так, вот квадрат с диагоналями. Если бы вот в графе, в котором 4 вершины, было бы число нечетных вершин 0 или 2, то тогда это было бы возможно. Давайте определим число нечетных вершин вот в данном графе. 3 степени вершины, 3, 3 и 3. 4 нечетные вершины, значит, нельзя обвести, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя по одной линии дважды. Третья задача. Частное отделение двух чисел равно 20, а остаток 5. Если сложить делимое, делитель, частное и остаток, то получится 156. Найдите делитель. Ну, давайте делимое обозначим за х, делитель за у, неполное частное 20 и остаток 5. Значит, делимое можно представить как произведение делителя и неполного частного. Это будет 20у и плюс остаток. Так, по условию задачи известно, что если сложить делимое, вот делимое, делитель, частное, неполное, остаток, то получится 156. Так, х равен 20у плюс 5. Давайте подставим вот в это равенство х. и получится уравнение с одним неизвестным, с у. Давайте решим это уравнение и найдем значение у, ответим на вопрос задачи. 20у, да еще у, это 21у плюс 30 равняется 156. 21у, это будет 126. У равен 6. Ответ. Делитель равен 6.